добрый день дорогие товарищи сегодня буду доделать внутреннюю часть корпуса лепесткового клапана сейчас пройду шестерочкой фрезой потом возьму четверку буду зачищать что здесь радиуса надо уменьшить иначе лепесток будет в них упираться там по габаритам я зажал насколько можно поэтому нужно выбирать и сделать как можно по прямее угол но тоненькую фрезу возьму которую я заказывал вчера показал и буду ей работать сейчас шестеркой окно вот это доделаю габарит чтобы у меня был полный чуть-чуть вот здесь не хватает миллиметра и тогда уже буду четверочкой потихонечку потихонечку выбирать там по десятке наверно получится больше не получится она тонкая длинная кто-то ночью денег перевел на карточку спасибо огромное ребята спасибо вам большое дай бог вам здоровья всех благ и удачи продолжаю буду снимать буду выкладывать поставила четверку фрезу снимаю по две десятки двенадцать тысяч оборотов дал сейчас увеличу повизгивает но ничего не сделаешь фреза тонкая тонкая и и длинная ну все работает отлично короче в принципе я очень доволен что заказала нам еще очень сильно надо было чуть-чуть ну а теперь за зубом все отлично работает продолжаю вот поставил четверку кризу сейчас максимально увеличу и покажу проход хрезой на две десятки снимаю 12000 оборотов дал хреза диаметр маленький и длинная я конечно не выставлял теперь полочку почистим а 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 теперь в обратном направлении снять металл в общем по две десяточки снимаю потому что больше нельзя но вручную все равно я так не сделаю вручную станок есть станок а а а а а все возвращаюсь опять в ту сторону сейчас нужно скосик не выбрать иначе у меня лепесток не влезет с ограничителем туда и потом переверну ту сторону эта сторона в принципе готова будет все потом по наружу я еще и облагорожу ну покажу все все увидите вот такой вид имеет полочка теперь сейчас переверну с той стороны еще чуть-чуть не достаю я с этой стороны фрезой с той стороны чуть-чуть пройду на клин сделаю как по чертежу где у меня рисунок вот это место вот я сейчас обрабатывал вот эту часть надо я еще чуть-чуть потому что вот здесь будет двухскатный домик вот он два треугольничка и надо дать там пространство свободное потому что встанет лепесток и ограничитель тоненький поставлю под болты нападаю винты болты сейчас переворачиваю для следующей операции пришлось снять шпиндель надо сейчас будет делать интересный момент я покажу вам понравится у меня забито все стружкой надо головку смещать на сторону поэтому я снял сейчас все это дело удалю стружку наклоню головку и покажу как это будет происходить там одна операция тонкая есть но ее нужно сделать а без поворота головки у меня не получится сейчас установлю сниму все ну вот повернул головку потому что здесь по уголкам пройтись не никак на полный заход поэтому пришлось вот так обрабатывать чуть-чуть наискосок по две десяточки вот и ту сторону тоже уже сделал и в принципе готово сейчас снаружи еще доделаю снаружи доделаю так отсвечивает блестит сильно в общем вот такие вот дела спрашивают товарищи по времени что ну вот третий день уже работаю надо переналаживаться переставляться в общем приспособлений нету поэтому приходится что-то изготавливать что-то придумывать так что дело так скажем экспериментальное не быстро никогда не было быстро пришлось станок разобрать и головку повернуть вот так поставить иначе ничем не долезу в общем продолжаю в общем зачистил уже изнутри полностью полностью зачистил домик и эту сторону сделал все сейчас поставлю на картер и покажу как это мне согласуется длинными болтами сейчас зафиксирую все просто положение все внутренняя сторона готова все все внутренние сторона готова все вот там далекие видно не видно это в принципе уголки все здесь встало и там встало по ширине чуть чуть уже у меня здесь уступ видно там в конце но по конструкции у меня не получается по-другому ну что здесь стенки тонкие здесь тонкие шире снимать вообще на прорыв все пойдет в общем сделал на 38 шириной там по-моему 39 идет в общем сейчас наружную часть заделаю все это деталь будет готова сегодня вечером смонтирую видео и естественно выложу покажу все так на сегодня буду заканчивать доделал вот лепесток в принципе внутренняя часть готова вся все готово и так и так готово с этой стороны сейчас наклоню все вот такой вот вид имеет лепесток теперь больше не буду ничего снимать может там по мелочи доработаю что-нибудь где-нибудь как-нибудь но это уже домик домик и после домика с картером еще немножко поработаю потому что я говорю у меня надо чуть-чуть там уступик убрать чуть-чуть ну это сделаю сейчас на картер поставлю покажу как это выглядит придется конечно цилиндр подрезать ребра ну без этого нельзя родной коллектор с лепестком другой маленький и в общем он туда становится нормальный у меня вот немножечко я уже ужимал ужимал выносил на сторону подальше чтоб у меня так скажем цилиндр меньше трогать ну ничего страшного никуда он не денется на станок поставлю да сфрезерую там полтора ребра надо будет вот потому что чуть-чуть не попадает я уже цилиндр сегодня вставил чуть-чуть не попадает в общем вот такой вид это вот спереди это вот сбоку сейчас покажу сзади вот это вот сзади вид будет и со стороны цилиндра сразу забегу вперед скажу что у меня будет всего-навсего одна прокладка даже может не прокладка на герметик просто наклеив и все то есть домик будет вкладываться вот сюда а сверху коллектором накрываться и все и притягиваться болтами а низ лепестка наклею на картер и тем самым на герметик возьму герметик хороший и наклею потому что вибрации и прочие вещи прокладки усадку дают и начинают не исполнять ни герметичность в общем вот такие вот дела всем спасибо огромное до новых встреч всем пока